Здравствуйте! Каждой женщине время от времени необходимо замедляться и погружаться в тишину. Только так придут новые идеи и уйдут ненужные мысли. Только так можно осознать свою женскую природу и увеличить запас энергии. А женская энергия — это основа мира. И чтобы пользоваться ею осознанно, необходимо получать знания. Знания, которыми щедро делится моя сегодняшняя героиня. Имя Инессы Лефи без преувеличения знакомо каждой женщине, которая стремится стать счастливой и реализованной. Мама троих детей, телеведущая, командный коуч, автор и ведущая женских тренингов, создатель авторских семинаров, мастер энергетических практик и медитации и основатель благотворительного проекта «Быть добру». Она уверена, женщины — самые совершенные существа на этой планете. И им можно абсолютно все. О том, почему так важно осознать свое истинное предназначение и полюбить себя, узнаем прямо сейчас. Инесса Лефи. Телеведущая, командный коуч, организатор женских тренингов, мастер энергетических практик и медитаций, основатель благотворительного проекта «Быть добру». Возраст — 35 лет. Место рождения — Одесса. Образование — эколог. Одесская национальная академия пищевых технологий. Телеведущая, Московский институт, телевидение и радиовещание «Останкино», знание иностранных языков, английский, хобби, практики и медитации, саморазвитие, трекинг, высокие Гималайи, лыжи, танцы, йога, кундалини-йога, коучинг. Пишу статьи и стихи, плаваю, рисую, люблю готовить и вдохновляю. Главное достижение — моя семья и сотни счастливых женщин из разных уголков мира. Любимая книга Иван Ефремов «Таис Афинская». Девиз по жизни — жить легко и интересно. Детская мечта — родить троих детей и помогать нуждающимся детям. Инесса, привет! Привет! Я невероятно рада нашей встрече, рада, что я тебя словила. Я знаю, что в этот момент меня мысленно благодарят все женщины, вот просто все, да? Потому что ты на самом деле для большинства ориентир, флагман, ролевая модель настоящей женщины, такой, как ты хотят быть, к этому стремятся. Каково тебе жить с этим ощущением, что на тебя смотрят и вот ты понимаешь, что ты мотивация? Ты знаешь, Катюш, вообще на самом деле я не акцентирую на этом внимание, честно тебе скажу. И вот когда ты задала мне этот вопрос, только тогда меня осенило, что да, действительно, меня и читают многие, и слушают. Сколько у тебя подписчиков в Инстаграме? Больше 14 тысяч, и у меня отдельная еще группа есть женщин, которых я вдохновляю, они вдохновляют меня, то есть это такой процесс. У тебя же на каждом семинаре аншлаги, невероятные, в любой стране мира. Да, 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 причем, ну вот это действительно настолько, видно, нужно, понимаешь, и уже наступил тот момент, когда женщина понимает, что ей нужно что-то делать с самой, с собой, со своей жизнью. И не акцентировать внимание на жизни детей, жизни мужа своего, жизни родителей, то есть начинается уже такой этап взросления, да, своего, когда хочется что-то делать. Тем более, сейчас наступила эпоха водолея, и это как раз эпоха женщин. И именно поэтому хочется все время что-то искать, хочется что-то понять, испытать, да. И я всегда говорю, когда вот сидят девочки на моем семинаре, я говорю, вот слушайте внимательно, но не меня, слушайте свое тело. Слушайте, потому что мы каждая на разном уровне восприятия, каждая на разном уровне своего уровня развития, да, культурный слой. То есть это все отпечатки на нашей жизни, на нашу судьбе, не знаю, карме, кто во что верит. И, но тело оно не обманывает. А в какой момент ты осознала, что ты хочешь быть женщиной, настоящей женщиной? Вот путь, который прошла ты к себе сегодняшняя. Я понимаю, что этот путь был невероятно длинным, насыщенным. А давай поговорим о самых важных и самых значимых остановках на этом пути, о том, чему они тебя научили. Во-первых, я выросла в такой семье, в которой мама, наверное, была лидер. Папу я своего практически не помню, потому что он, я из военной семьи, у меня папа генерал. То есть такая дочь генерала, и мама у меня, да, конечно, он умер в 14 лет, когда мне было. И это такой вот, как бы, момент в жизни, да, что я много была с мамой. Я видела, как она умеет обращаться с отцом, да, когда я была маленькая. Как она умеет ухаживать за собой. У меня очень красивая мама, она всегда любила ухаживать за собой, за своим телом, за лицом. У меня старший брат, я видела их отношения. И у меня мама такая очень, очень сильная женщина. Где-то внутри себя каждый человек, когда наступает какой-то момент, он внутри себя принимает какое-то решение. И вот когда-то я приняла такое решение, мне нравится быть такой вот волевой. Как мама. Да. Ну, и других мы, собственно, не видим, да, картинок перед собой. Поэтому очень важно, как говорит Шалва Александрович, мы к нему еще, надеюсь, придем. Обязательно. Все-таки воспитывать себя. И наступил такой момент, у меня была очень богатая семья, но наступил какой-то кризис. И, ну, в общем, такая ситуация там одна сложилась, мне очень приятная. И все рухнуло. И потом смерть отца. То есть просто в один момент потеряли все? Да, в один момент, да, все потеряли. И я как раз на мой момент взросления, это 14 лет, переходный возраст. И все. Сам по себе не наступил. Да, и мне, да, то есть у меня, получается, картинка мамы, да, основных этапов. Мама, смерть отца. И потом мое взросление, потому что не было возможностей, поскольку я чувствовала, что мне очень хочется позволить себе это, 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 это. И я начала танцевать, я всю жизнь танцевала. И один из моих любимых людей в моей жизни, понимаешь, вот учителей, это Женя Байро. И мы вот познакомились с ним, и он меня увидел и говорит, а давай-ка мне в балет. Я говорю, Женя, я не умею танцевать. То есть я всю жизнь танцевала, но у меня не было хореографического образования. И я зарабатывала деньги, то есть мы создали с подружкой моей такую группу Angels, и мы там просто на детских вечеринках просто отжигали. Это моя любовь, танцы, я вообще считаю, что женщине необходимо танцевать, любой, в любом возрасте. Почему каждой женщине так важно, необходимо танцевать? И что дают танцы лично тебе? Что вот ты чувствуешь в этот момент? Женщина испокон веков всегда танцевала. Это ритуальные какие-то танцы, это танец с огнем, то есть это привлечение внимания богов. Это раз. Во-вторых, у женщины нижний треугольник, вот отсюда, три нижних чакры. Они, мы связаны с землей, и поэтому нам важно очень быть плавной именно в бедрах. Поэтому важно разгонять, грубо говоря, там энергию. Для того, чтобы чувствовать себя женщиной, для того, чтобы чувствовать себя нужной. А женщине просто необходимо чувствовать себя нужной, для того, чтобы она творила чудеса. Тогда она уверенная, она понимает свою ценность как женщина. И тогда у нее все в жизни, собственно говоря, и получается. Потому что она свет. А на свет идут. Я где-то в лет 20 начала заниматься классическим балетом. И для меня это еще один учитель, Татьяна Анатольевна, которая дала мне вот эту осанку, пластику рук, вот то, что необходимо просто любой женщине. Я считаю, что как раз у девчонок, малышек нужно отдавать в балет, в гимнастику, где вот эта осанка, где руки, где плавность. Слушай, я занималась балетом. Да. Но это же такая дисциплина жесткая. Это дисциплина, а как? Это очень тяжело. Ты много говоришь об удовольствиях, с одной стороны, и с другой стороны ты говоришь об аскезе, о том, что нужно жить в лишениях, в определенных. Как соединить эти два понятия, как достигнуть того баланса, в котором сейчас пребываешь ты? Что это для тебя? Как ты этому училась? Как ты к этому пришла? Когда я голодала первый раз 7 дней, это мое внутреннее такое решение, ну и мы же каждый принимаем решение из своего внутреннего состояния. Ты сказала, что мы, кстати, принимаем решение или из страха, или из любви. Да. Да, вот ты приняла решение голодать 7 дней, исходя из чего? Из любви к своему телу. Из любви. Конечно. Все решения нужно вот четко, да, осознавать. Я иду сейчас путем страха или путем любви. Для чего мне? То есть это об осознанности. Когда я проголодала 7 дней и первый раз укусила яблоком, я поняла вообще вкус жизни, понимаешь? И это как раз об удовольствиях. Мы не можем ощутить всю гамму удовольствий, если мы, вот как бы, да, вот эта грань, она такая классная, она такая крутая. И вот это ощущение, когда ты вот получаешь то, что ты хочешь, вот в этом удовольствие. А когда ты уже в процессе, там, достигаешь что-то, получается, не получается, там, ешь все подряд, тут же нет удовольствия. Ни в еде. Я тебя поняла. Да, ни в чем, то есть уже перенасыщенность. Я хочу, наверное, для наших телезрителей, да, рассказать, что был у тебя на пути невероятно важный и ценный учитель Шалва Александровича Монашвили. Ты называешь его своей душой. Как он поменял твое мировоззрение и как он поменял твои взгляды на материнство, на воспитание детей? И, наверное, вот в продолжение, да, расскажи, пожалуйста, что такое гуманная педагогика? Шалва Александрович – это человек с большой буквы, это учитель, это душа, которая пришла к нам для того, чтобы просветить нас. То есть я вот на него смотрю, я чувствую в нем огромную силу, огромные вибрации, огромный поток. И он вот так вот берет себя, знаешь, и вот так бережно-бережно несет, несет, несет. И я с огромной благодарностью вспоминаю тот первый день, когда я пришла, был семинар в Одессе, и у меня была огромная куча вопросов. У меня только-только родился второй ребенок, нет, третий родился уже, Серафимка. И вот были со вторым вопросы, потому что он, ну, перетягивал на себя внимание, и я не могла ему вот, не могла где-то найти в себе резервы, да, чтобы отдаться ему. И потом я пришла домой, говорю мужу, мы едем в Грузию через два месяца. А для нас, ну, как бы, для нас у нас такой режим, очень ритм такой серьезный, быстрый, и мы постоянно путешествуем, всегда с детьми путешествуем. То есть тут ты понимаешь, да, я приняла решение, что мне нужно быть рядом с этим человеком, потому что он несет огромную ценность этому миру. И всегда нужно вспоминать и помнить, что мы не просто люди, да, человек, который пришел вот получать человеческий опыт вот сюда на землю. Мы душа, которая пришла получать человеческий опыт, душа. И когда вот с этим посылом смотришь на это маленькое существо, на этого маленького ангела, который пришел именно в твою жизнь, который выбрал именно тебя своей мамой, который сделал тебя мамой, а потому что для женщины высшее удовольствие и высшей награды нет быть мамой. Потому что материнство, оно настолько раскрывает тебя как женщину, раскрывает тебя как человека, как духовную личность. И именно вот эти духовные, ясные, светлые мысли, идеи несет Шава Александрович. То есть мало понять вот этой вспышки, потому что наш мозг устроен так, чтобы это блокировать и все-таки выводить вот эти страхи, вот эти убеждения, такие ненужные вещи, которые нас достаточно явно гасят. Поэтому мало разговаривать, нужно делать, нужно применять. И вот Шава Александрович как раз вот тот человек, который ведет к тому, чтобы я делала. Это очень круто, потому что дети это явление, и мы не можем их поменять. Мы можем поменять только себя. И если я готова, если я внедрила какую-то привычку, например, да, если мы, допустим, перед трапезой благословляем трапезу, если я говорю с детьми о том, что эта еда, она пусть она будет вам витаминами, и эту еду мы с отцом очень хотим, чтобы она вам бабла баблаго, и что-то Бог нам послал, да. То есть какие-то вот такие вот моменты, они настолько детей соединяют с божественной сутью, с божественной природой, и как раз дети, они, они же чувствуют это. И чем больше мы будем вот такие вот моменты внедрять в нашу жизнь, вот такие традиции вводить, обязательно поцеловать друг друга. Так вот, напутствие. Когда мои дети уходят в школу, у меня есть три экземпляра, которые меня тренируют. Первый – шалун. Вообще просто шалит на каждом шагу. Это старше или среднее? Это старше, да. Умнейшая голова, но шалит страшно. Второй у меня, кто поймет, близнец. То есть это вот одна личность, потом вторая личность, и не успеваешь, когда эта личность, собственно, попадает именно в поле зрения, понимаешь, вот с кем начинать вообще общаться. Он музыкант, он творческая личность. Третий – он воин. Защитник, воин, добытчик, вот он такой. Так вот, когда, например, Лука уходит в школу, я кладу ему на голову руку, на темечко, да, потому что эта часть, она связана, это вот божественная чакра, она фиолетовая, и она как раз связывает нас с божественной, да, сутью, с божественной природой. Почему вот как раз у детей вот мягкий мужичок? Вот именно поэтому. Поэтому у меня не такие приемники. Кладу руку ему на его приемник, и вот можно, как вариант, да, из руки, там, посылать, допустим, луч ему, да, и вот сканировать его, вот направлять свет, причем разные, если есть светотерапия, есть такая техника. Вот луч, который его успокаивает, например, или белый, или золотистый. И вот вы стоите вот через свою ладонь, опускаете луч через его темечко. Нужно представлять этот свет. Да, 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 визуализация. Очень просто, у каждого человека есть этот ключ, им нужно пользоваться, да, и развивать. Кладете, и я его настраиваю. Сын, у тебя будет замечательный день, у тебя ждут твои друзья, у тебя ждут волшебные какие-то приключения, у тебя ждут знания. Это так круто, сын, это так здорово, ты же такой умный, послушный мальчик. И я его уже награждаю теми качествами, которые порой в нем отсутствуют. Название одного из твоих невероятно популярных семинаров звучит так. Как научиться получать удовольствие от себя, от своего тела и от своего мужчины. Почему так важно получать удовольствие именно от этих трех составляющих? Ну и что грозит женщинам, которые не научатся этого делать? Дорогие, милые, любимые, мы самые прекрасные на этом планете. Мы самые совершенные на этой планете. Мы удивительные, мы очень красивые. И знаете, есть очень важный нюанс. Мы, женщины, делаем акцент на том, что нам не нравится в себе. И женщина делает на этом акцент и пытается все время, то есть у нее фокус внимания не на том, не на основных своих качествах божественной природы, не на основных качествах, которые подарил нам Бог. Женщине важно все-таки делать акцент на своих качествах, которые действительно ее украшают. А мужчина наоборот. Вот заметь, он прям, у него один бицепс там больше другого, и он радуется этому. Или там он пробежал или что-то сделал. Он делает наоборот акцент на самых крутых своих. На своих успехах и достижениях. Да, да. Женщина зацикливается не на том, понимаешь, это свойство ума. Потому что мы стремимся к перфекционизму все время, хотим быть совершенной. И для них в том числе. Нет, не из-за этого. Мужчина достаточно высоко себя ценит. Просто мы, женщины, не ценим себя. Вот в чем нюанс. Мы не ценим себя. И я за то, чтобы все-таки успокаиваться. Признать, что окей, да, я не ценю себя. И начинать все-таки ценить себя. Нужно себя по кубикам буквально, по полочкам себя. Вот это вот мне нравится, это мне приносит удовольствие, это меня наполняет. Да, я это беру, иду. Мне нравится рисовать. Я хочу рисовать. Мне это доставляет удовольствие? Доставляет. Я выделяю на это время. Не надо все время стирать. Но это же тоже значит прислушиваться к себе, да, анализировать, думать. Так это и есть изучать себя. Да. Изучать себя. Поэтому те моменты, о которых я всегда говорю, не критиковать, не сравнивать и не жаловаться, это три основных кита, которые просто нужно запомнить женщине как правило. Ты сейчас говоришь, и у меня отзывается каждое твое слово. И я прекрасно понимаю всех тех женщин, их невероятное количество, которые приходят к тебе на семинары. А семинаров ты проводишь много, и они у тебя по всему миру. Лондон, Москва, Украина, Европа. Да. Я вот хочу у тебя спросить, испытываешь ли ты по-прежнему некий стресс, когда ты выступаешь на колоссальную аудиторию? Причем я знаю, что к тебе приходят достаточно подготовленные женщины, и многие из них знают, разбираются, они успешные. Что ты чувствуешь, что ты практикуешь, чтобы себя собрать, чтобы пребывать в хорошем расположении духа, чтобы не бояться, потому что это же наверняка какой-то стресс. Во-первых, я телеведущая. Это раз. Мы, кстати, об этом не поговорили. Во-первых, я телеведущая, это два, и во-первых, я телеведущая, это три. Я закончила, у меня образование. То есть я, ты понимаешь, это как раз о предназначении, понимаешь? Вот когда у меня все пазлы совпали, когда я не боюсь людей, когда я правильно говорю, когда я погружаю в медитацию за счет голоса, за счет, понимаешь, то есть вот эта игра голоса, она очень важна, потому что мы аудиалы, мы слушаем, и тогда только максимально можем расслабиться, расслабить свое тело, да? Вот, поэтому я телеведущая. Я закончила институт телевидения и радиовещания в Москве, и поэтому многие, как бы когда я проходила, да, редуцирование звуков и букв, то это так у меня прямо в памяти. Это у меня внутри, понимаешь? Я очень люблю людей, я очень люблю глаза женщин, которые приходят с одним состоянием, а уходят совершенно с другим. Я так люблю, когда они открываются, когда они плачут. Ты видишь эту разницу? Я вижу, и для меня, вот я говорю, у меня сейчас мурашки, настолько мне нравится вот этот поток, вот эта глубина. Ты знаешь, у меня в Лондоне действительно пришли очень подготовленные женщины, которые в практике, которые у некоторых четыре ребенка, три, три, три. Я просто говорю, боже мой, какие вы умницы, что вы находите время на такие очень ценные, важные вещи. И они пришли и с благодарностью огромной впитывали все то, что я им дала. И, конечно, мне очень было тревожно, мне было очень важно дать им то, что они не знают. Я очень сильно готовилась. И когда я туда летела, ты понимаешь, что это город, где просто все самые крутые гуры и учителя. То есть я их там, как бы, удивить чем-то очень сложно, но я знала, чем. Понимаешь, во мне что-то есть такое, что нужно просто женщине. Ты понимаешь, я много семинаров посещаю, я много лекций. Я смотрю, как работают, да, учителя, как работают спикеры. И я понимаю, в чем моя фишка. Я понимаю, как я могу донести так аж до дрожи, чтобы прям тело почувствовало. Чтобы проняло. Чтобы проняло, понимаешь. Потому что мозг-то можно отключить, а вот душа. И вот для меня главное дотронуться вот туда. Ты знаешь, я что подумала? Мы с тобой в такое время прекрасное встретились, и здесь такая территория красивая. А пошли погуляем. Пойдем. Давай. Пойдем с удовольствием. Пошли, я тебе покажу. Владение. Давай. Чего никогда не сделает мудрая женщина? Вот никогда. Мудрая женщина, она, конечно, она должна быть немножко терпеливее. Немножко уметь чуть-чуть молчать тогда, когда нужно. Есть такое даже правило 20 минут. Когда мужчина приходит домой, нужно чуть-чуть помолчать. Накормила. И пись, и ушла. Мужчина приходит, у него просто голова советов. И нужно спокойно выдержать паузу, тогда, когда он заговорит. То есть мужчине нужно перезагрузиться. И как раз зона наша, зона дом, семья, очаг, испокон веков, как обычно, да, я говорю. Это нужно поддерживать на таком уровне, чтобы мужчина приходил домой, ему было комфортно дома помолчать, находиться, чтобы он стремился домой. Сейчас многие говорят о том, что реализованная женщина – это обязательно бизнес-леди. Что ты думаешь по этому поводу? Может ли женщина реализовать себя в семье? Может ли она быть счастливой в своем доме? Для меня вообще домохозяйки – это отдельная история. То есть настолько трудно поддерживать быт, много обязанностей у женщин, домохозяйств. Поэтому это отдельная работа. И мужчины зря обесценивают ту женщину, которая занимается хозяйством, занимается бассейнами, стрижкой газонов, детьми, школами, развозить, приготовить. Это колоссальный вклад. Еще и хорошо выглядеть. Улыбаться. Улыбаться, хорошее настроение всегда там, пошутить, обнять. То есть, понимаешь, транслировать все-таки вот эту позитивную волну, которая необходима мужчине для того, чтобы он отдыхал. По поводу реализации, мы же с тобой знаем, когда мужчина довольный, спокойный, он дает женщине реализовываться. Когда она может донести своему мужчине, что ей это важно, что ей нужно этим заниматься, иначе она будет не самодостаточной, иначе она будет гануть. И для этого мужчине просто необходимо донести важность и нужность каких-то моментов, которые тебе необходимо делать. Потому что это твое призвание, например, ну вот наше с тобой призвание. Общаться с людьми, вот и все. И мы не можем без этого. И мы с тобой от этого счастливы. А счастливы женщины, счастливы все. Не забываешь, мы с тобой на одной волне. Очень хочется услышать правила жизни Инессы Лейфи. Я понимаю, что правил у тебя, наверное, очень много, но вот если выделить три основных. Это не критиковать, не сравнивать и не жаловаться. Каждое слово, которое я говорю на своих семинарах, на своих практиках, это все то, что я сама прожила, пережила. Это все то, что действительно работает, то, что действительно я почувствовала. Вот. И для меня очень ценно говорить то, что я знаю. Что значит утро для тебя и с чего начинается твое утро? Слушайте, я вам сейчас расскажу правила трех У. Давай. Все готовы? Первое. Ты должна проснуться и улыбнуться. Улыбнуться. Да. Улыбнуться. Улыбнуться и начать этот день с улыбки. И с благодарностью, что отлично, есть чем заняться, я здоровая, счастливая, красивая, у меня все в порядке. То есть улыбнуться, быть благодарной самой себе. Второе – это упражнение. Надо заниматься своим телом для того, чтобы раскачать энергию, для того, чтобы кровь, да, циркулировала. Это очень-очень важно. Упражнение. Поэтому 10-15 минут нужно выделить для того, чтобы позаниматься своим телом, чтобы тело разогреть. Или медитация, или йога, или какая-то физическая нагрузка. Смотри, у меня обязательно физическая нагрузка. Я себе прям сделала это правилом. Каждый день. Да, да. Иначе я съезжаю, я потом опять восстанавливаюсь. И я понимаю, даже вот есть такая интересная штука, как пять тибетских жемчужин. Вот у меня мой друг, он всегда делает, 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 и он говорит, я прекращаю, у меня все, все рушится в жизни. Рушится. Потому что мы выстраиваем корсет, на который мы выстраиваем свое тело, да, как тело. Мы занимаемся телом. Опа, мне бонус. Я знаю, что я уверена, что я сильна в этом. Когда я посвящаю себе время медитации, визуализации, раз, еще один бонус. Я делаю это, плюсик. И тогда вот этот корсет, он еще больше выстраивается. И у тебя очень много возможностей потом двигаться в разных направлениях, очень с уверенностью. Уверенно и, ну, как бы по-другому, да. Счастливо вступая в этот мир вообще с другой ноги. Поэтому улыбнуться, упражнение и получать удовольствие. Инесса, продолжи, пожалуйста, фразу. Я никогда не стала бы той, кем являюсь сегодня, если бы... Если бы не моя мама. Мамочка. Ну, конечно, я, конечно, благодарна своим родителям. То есть моя жизнь – это явление, да, природы. Ну и, конечно, я никогда не была бы тем, кем я являюсь сейчас, если бы не моя божественная природа, если бы не моя божественная сущность. Я абсолютно четко ее ощутила и абсолютно четко чувствую ее внутри себя. Ты женщина просто удивительная. Чего ты сегодня сама себе желаешь? Может быть, где-то вот тут внутри есть у тебя заветное сокровенное желание? И мы сейчас его озвучим, и оно у тебя обязательно сохранится. Потому что иначе быть не может. Да, мы же волшебница. Для меня вот очень важно, конечно, чтобы был мир в мире. Я всегда, всегда на всех своих семинарах и практиках говорю о том, что все-таки важно не только себе, не только мужчине, не только своим детям, но и матушке природе, земле нашей. То, что нам дает воздух, силу, энергию. Вот всегда благодарю и всем советую. Всегда благодарите ту землю, на которой вы растете, дышите, живете, живут ваши дети, ваши близкие. Всегда благодарите и питайтесь вот этой энергией, и отдавайте эту энергию благодарности. И для себя хотела бы, конечно, чтобы, ну, мир в мире. Для меня это, для меня это сильное. Все остальное мне не важно. Спасибо тебе, Инесса, за то, что ты несешь свет в этот мир. Спасибо за то, что каждое утро я подхожу к зеркалу и говорю, я совершенная женщина по милости Бога. Это твое упражнение. Спасибо от меня, спасибо от лица всех женщин за то, что ты пробуждаешь такое важное, такое ценное ощущение себя, ощущение своей женской природы, ощущение своей ценности, ощущение того, что для нас действительно нет ничего невозможного. Будь нам, пожалуйста, всегда. Спасибо тебе. Спасибо, Катюш. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok